Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Лев, канал Лево ТВ. Продолжаем с вами проходить Doom Eternal и в прошлой серии мы же с вами выяснили, что у нас есть 7 улучшений. Давайте посмотрим, на что их можно потратить. Я бы хотел вот с пулеметом, да с энергетическим щитом разобраться. Но нет, это мне не нужно. Столкновение с демоном-воителем. Та ну! Так, что еще? Это что такое? Это мне не надо. Так, баллиста. Так, серб-жнеца. Быстрее на 20%? Давайте. Вот так, отлично. Мы его прокачали. Теперь, 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 теперь идемте вперед. О, а я думал мне вчера показалось, что здесь есть кусочек Ленинской библиотеки. История Стражей, часть 9. А 8 у нас есть? Да, есть. А, все собрали. Он прошел через врата ада, не подняв тревоги. Этого мы не узнаем, хотя ночные стражи уже тогда подозревали, что не обослужились предательства. Стражи, которых явление Титана и его полчищ застало врасплох, слишком поздно выступили против них. И приготовился святой город Тарас-Набат встретить свою судьбу. И ширилась отбрасываемая ненавистным врагом тень. И множились в ней орды лютующих демонов, и проникли они за стены Святого Града, и тогда сотряс он их до основания. Никто не спасся, кроме тех, кто бежал на север. Мерзкие демоны же осквернили наши дворцы и храмы, предали огню башни и отравили воды. Однако, ночные стражи собрались силами и дали отпор демонам, которые оттеснили их на Ариану крови. Мечи стражи были все еще остры, когда светило опустилось за Акоем и крушили тьмы вражеские в изобилии. Там, где все иные ученики пали в бою, один лишь скиталец остался в строю среди несгибаемых ветеранов. Над полем боя разнесся его яростно рвы кровать в клочья. С изумлением взирали выжившие служители арены на зверя, который некогда ярился в клетке на их попечении, теперь же в сверкающих бронях сражавшийся плечом к плечу со стражами. Он совершил то, чего не удавалось никому прежде, возвысился над собой и стал истинным воином, стражем даже лучшим из них. И сокрушали стражи тьму на тьме демонов. Титану как будто не совершалось никакого вреда и никто не мог совладать с ним в одиночку. В предрассветный час отразили ночные стражи атаку свирепившую, ибо скиталец не сдвинулся с места у подножия Великой Стены с северной стороны цитадели. И тогда увидел его неослабленный напор Самур, советник самой богини-матери, и в великой секретности приказал скитальцу поспешать за ним. Что двигало им неведомо, но совершил он над скитальцем неназываемый обряд. И было это ересью, ибо не заручился Самур ни согласием к консозидательнице, не искал ее совета. В часовне чистоты скиталец подвергся действию божественного механизма. Там творец Самур, который прежде мы знали, как Серафима, верного слугу богини-матери, даровал чужаку несравненную скорость и силу, соизмеримую с его волей. Каким образом он был наделен этой мощью, остается величайшей загадкой. Много колен сменилось с тех пор, как народу аргента был дарован механизм от Творца. Но все это время мы полагали, что его предназначение – искать изъяны среди нас. Как же с помощью устройства, призванного искоренить все скверное в народе стражей, можно было очищать тела скитальцев и наделить силой того, кто отныне будет вести нас в бой? В тот судьбоносный день из святого саркофага восстало не мерзкое чудовище, о котором предупреждали Творцы, но герой, имя которому – Великий Палач, странствующий сквозь время, царь над войнами, который своим мечами, сделанными как бы из огня, проложит для праведных тропу, сквозь полчища демонов, свирепствуя против них, как может свирепствовать один только бог-король. Ритуал не сломил его, и он восстал с очами, горящими очар Творцов. И в одну руке он держал горнила, меч его окутался призрачным огнем, а ведь это случается лишь, когда держит его в деснице истинный король-воин-стражей. Так, в час величайшей нужды был избран палач. Вопреки традициям, самым чтимым нашим законам и даже волею Великой Канн, небесной мощью был наделен человек пришлый. Когда взошло светило, палач вышел на мощную куртину, высоко подняв в руке горнила. Ночные стражи, чьи брони уже дымились от крови присмыкающихся тварей, перейнулись к неудержимому хищнику, явленному им в теле скитальца, завоевавшего их уважение. Как будто обретя новые силы, сделали они огромную просеку в рядах демонов и не ослабляли натиска, пока не столкнулись с титаном. И тогда палач сразил его и вогнал горнила глубоко в сердце ненавистного врага. Без титана демоны быстро обратились в бегство, и мы стекли и рубили их во множестве самых лютых, уничтожая бесследно. Потом на разоренном поле боя пала тишина. Скиталец же был наречен палачом, инкан-созидательница, вопреки всем обычаям, благословила чужака, наделив его божественным могуществом. Это мы, наверное, да? Я правильно понял? Очень долго, все долго. Так, что, едем куда-то? Да, едем куда-то. А куда? Я не стану праздно смотреть, как ты лишаешь нас будущего. Земля будет поглощена. И река вечной энергии не иссякнет. Лишь один народ выживет. Серьезно? Лишь мой народ. О, давайте еще почитаем. Так. Запись из архива Веги. Диак Граф. Диак Граф остается одним из самых могущественных жрецов преисподней среди народа Арген-де-Нур. Он часто посещает родную планету, чтобы отдать необходимые приказы своим подданным. Высокомерный и напыщенный Граф требует, чтобы в амфитеатре не утихали кровавые поединки, скрашивающие дни падших обителей Твердыни Стражей. Обитателей Твердыни Стражей. С самого начала демонического вторжения на землю Граф вместе с остальными жрецами преисподней принимал непосредственно участие в боевых действиях на поверхности планеты, командуя легионами Ада. Однако после гибели Диага Нилокса и Диага Ранака он отступил и теперь отсиживается в амфитеатре. Именно Диаг Граф ответственен за попытки и последующее предательство командира Велена, отдавшего ключа от святилища Элементали и открывшего обитель дремлющих призраков. Древние существа были похищены и доставлены в ад, где демоны после нестерпимых пыток высосали из них все силы. Диаг Граф использовал сердце сына Валена, чтобы оживить икону греха, могучего Титана, известного по легенам Арген-де-Нур. Ну, сейчас мы с ним разберемся, я думаю, чё. У нас же как таковых нету, нету боев со жрецами. О-о-о, а чё это они все запертые? А, их ведь, их нельзя убить. Не получается. Ну, я думаю, что их всех выпустят. Конечно. Нас чё, просто так, что ли, вооружают? Гладиатор. Запись из архива Веги. Стоило золотому веку Аргент-де-Нур закончиться, как противоборствующие фракции обратились друг против друга. Кроварные враги сумели развратить стражей, заставив их предать некогда священные традиции. Амфитеатр, где осужденные Аргенты когда-то сражались за право встать в авангарде армии, стал ареной для праздных кровавых игрищ. Жрецы, нарушивших закон стражей, поселили там заключенного в клетку демона, который стал жестоким палачом, приводящим в исполнение неправосудные приговоры. Гладиатор, вооруженный проклятым щитом, вмещающим изуродованную душу своего владельца, так и остался непобежденным, и все знают, что он отнял бесчетное множество жизней. Так, ну, насколько я понял, у нас будет сейчас бой с этим гладиатором. Ладно, уговорили. Тоже это есть. Пойдемте, что. Ну да, тут арена прям. Ладно. Мы почти 8 минут читали стишки, рассказы. Это мои воспоминания, да? Терзай! Пожалуй, ты можешь пригодиться нам на войне, не знакомиться. Эти демоны, они повсюду убить. Убейте всех! Привяжите его и приведите к нам. Я хочу узнать подробнее о тех, про кого он говорит. Да, ваша милость. Так. Имей в виду, если здесь пройдется священная кровь стража, ты сразу лишишься всякой защиты. Ну, давай. Ну, сейчас появится деятель очередной какой-нибудь. Выпускайте. Понятно. Так, гладиатор. Если глаза на щите гладиатора вспыхнули зеленым, значит, он готов напасть. Пока они остаются зелеными, стреляйте, чтобы оглушить его и сделать уязвимым. Подождите. Готов напасть. Пока они остаются зелеными, стреляйте. Ладно. Ага. Ага-ага-ага-ага. Подождите, подождите. Мне надо понять, чем в него стрелять. Я не попал? Или попал? Пока непонятно, честно говоря, как... А, ладно. Ладно, ладно. Я понял. Нет, подождите. Я не понял, что происходит. Я понял. Я не понял. Так. Значит, надо... А, отойти от броска. Все. Так, ладно. Ладно. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Иди сюда. Сейчас я себе броньку нафармлю. Сюда иди. Ну-ка. Давай. Хорошо. Интересно. А двойной прыжок... А, что я сделал? Ладно. Мне просто интересно, знаете, что? А... Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Отлично. Откусили. Он застревает после какого-то раза. Пошли вон. Плохо. Так, 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 так. Плохо дело. Иди сюда. Мне еще бы научиться понимать... Не-не-не-не-не-не. Так тоже не пойдет. Вот, застрял. Вот этот момент надо научить. Дай мне, пожалуйста... Хилку. Вот так. Так-так-так-так-так-так. Когда ты застреваешь, гаденыш? Куда надо от тебя-то идти, а? Ага. В сторону щита надо идти. Не-не-не-не-не. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Нет, не в сторону щита, значит... Давай. Ага. Скотина. Так, давай. Так... Не-не-не-не-не. Меня это не устраивает. Иди сюда. Я не хочу ракетомет. Меня... Мне дробашь, в принципе, нормально. Так, давай. Ну? Скотина. Вот гаденыш. Ну-ка. Хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу. Что за бред? Мы так не договаривались. Вот так. Быстро-быстро. Что за бигня? Откуда вы взялись вообще? Алло. Попал? Мне кажется, нет. Иди сюда. Давай. Не попал. Да не, это бред. Так не покатит. Ну-ка. Еще раз. Еще раз, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Иди сюда. Так. Ну-ка. Еще раз. Ну-ка. Давай. Не так давать надо было А, то есть нараспиле он меня не ловит, да? Отлично Так, нет, 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 иди сюда Отлично Иди, иди сюда Так, еще раз Еще раз, ты сейчас должен застрять Нога Хорошо Иди сюда Скотина Как это мало боеприпасов, что за бред Что за бред, что за бред, что за бред Шесть всего, да? Гаденыша Гаденыша Бронику мне снес Ладно Хорошо Бронику быстро Хорошо Плохо Так, это я Ну-ка Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Забудь, 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 родной Скотина Нет, 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 нет Сюда патроны, патроны, патроны Мне патроны нужны Давай еще разок Но Сюда иди Ой, не, 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 не Вот Ага Иди сюда Кил, кил, прочно кил Отлично Ну Еще разочек Давай Вот это офигеть Ну Давай, давай, давай Все Вот так Пошел он Еще у него будет одна стадия Или убиваем Так Так Что теперь Лети Давай Алло В смысле отбил? Я не понял Что за бред Как он это отбил Иди сюда Пожалуйста Игра Вот так Ай-яй-яй Нет, 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 нет Ну-ка Все Обломали Рога И теперь ему куда-нибудь это воткнем Вот так Сдох 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 Как его там звали Палач Это ничего не изменит Земля Будет поглощена Чтобы не случится Адьес, мучас Купец Так Это специальное войско Портал готов Надо срочно уходить Уходим Я все сражения выполнил Во всех сражениях поучаствовал Надо же Растем Концозидательница Перегрузила системы Увереди Больше нет контроля Концозидательница Та еще Раста людей Которую ты так защищаешь Могла бы выжить Теперь я воскрешу икону греха Чтобы пожрать землю И оставить от твоего мира руины Жизнь на твоей планете Никогда не возродится Пусть это будет очередной мир Бесславно уничтоженный тобой Этот цитанель Теперь станет твоей тюрьмой Да Лечившись энергии Ты больше не помешаешь нам И мы продолжим делать то что нужно сделать Но это вряд ли Вы что офонарили что ли Мы пришли ко мне на корабль Решили У меня на корабле здесь узловие что ли мне ставить Я вам сейчас все тут бошки нафиг поотрываю Ты посмотри на них Пошел отсюда Вот это да Кто там еще Восстановите питание корабля А что так темно А темно потому что питания нет Ладно Сейчас восстановим Что надо сделать А это гарнила шмарнила Он и не знал о демоническом гарниле Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Надо же Источник энергии От которого вы хотели избавить землю Теперь поможет вам спасти Какая ирония Миссия в твердыне стражей выполнена Демоническое вторжение на землю Какие мы молодцы Лишь клинок гарнила Может остановить титана Вы должны попасть в город стражей Тарас Набат Чтобы забрать гарнила Пока еще не поздно Без него Вам не остановить титана Тарас Набат Открываю портал в Тарас Набат Да уберите это С этим нельзя В Тарас Набат идти Нас не поймут Ну давайте Че Тарас Набат Запись трансляции комитета 5 Так Говорит сеть сопротивления Мы ведем прямое вещание Из арктической безопасной зоны Палач был замечен на Фобосе Очевидцы говорят Что его обнаружили в командном центре После чего Он с боем пробивался Сквозь ряды альтернативно живых Место расположения BFG 10000 Подтвердить это нельзя Но многие считают Что именно Палач разрушил Марц Чтобы помешать Альтернативно живым Захватить землю Мы будем держать вас В курсе событий Следите за радиочистотами комитета У меня 11 запчастей Для оружия Че еще тут поделать Тарас Набат Интересное да Название города Тарас Набат Его зовут Тарас А его фамилия Набат Горнила до сих пор в теле Титана Напавшего на этот город стражей То была ваша первая битва с демонами в этом мире Там откуда пошла легенда о Палаче Ну я понял Идем к истокам Я бы удивился Если бы было по другому Вот серьезно Тарас Набат Хе-хе-хе Хеллоу Тарас Набат Че прям так да Ну да видимо Раз другого нам не предлагают Давайте читать Запись из архива Веги Тарас Набат Да у нас 11 этих улучшалок для оружия Тарас Набат Жемчужина Арген-де-Нур Веками город был духовным и политическим центром империи Здесь же находилась резиденция правящей семьи В строительстве города были вложены баснословные суммы Так что каждую улицу украшали колоннады и прекрасные статуи богов и правителей Из сельской местности в храмы творцов тянулись паломники Тарас Набат стал эпицентром массированной атаки демонов И хотя захватчиков удалось остановить Это нашествие оставило неизгладимый след на обществе Аргента Как говорится добро пожаловать в Тарас Набат Город в котором осуществляются все ваши смелые эротические мечты Бай-бай О не-не-не я поштил Это не тот город в котором Почему ты еще живой а? Окей Ну давай уже все пора да пора 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 Вот гаденыш А как он Вы видели как он прервал мой прыжок Лошара Так чё тут? Раз-два Ну я так понимаю Чё такое? Открывайте дверь Чё такое? Чё за проблемы? Я не понял Ну здрасте пожалуйста Вот это хоть бы предупредили Подождите 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 Иди сюда Тарас на башне Тарас Оу Алло Идите сюда Так Тоже ты мне не нужен Так, иди сюда Так, ты Ты мне не нужен И иди сюда Все У него пистолет появился, да? Вот это интересно Ага Тебе больно? Говно Больно, да? Так, иди сюда Мне патроны нужны Да и делизм тут достал уже Ну Ты будешь нападать, нет? Так, друзья мои Срочно броньку Силку и все, что можно Ну Да вот это мне не надо Дайте мне патроны Так, я тебя сам просрал Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ что вот этот чушь так давайте мне бронху и пил туда а ну ладно все вот что вот здесь я должен был делать но вот скажите минут 4 этот пятачок какой-то мои муки друзья мои вы понимаете мои муки так хочу вниз что ли вот сюда наверно да а смысле я же двойной прыжок нажал что это за бред игра ты меня удивляешь давай открывай что опять нет о боже я должен был догадаться да дай мне патроны я с этим сейчас разберут все давай умри идешь по мосту там какой-то крендель те не дают спокойные ужас никакого уважения очки притарянца получено здесь еще нибудь а ничего здесь нету а кто там площадка прям идеальная для боя в смысле пойдем кто б сомневался о спаде тоже боже моё мнение такое ну давай вылези все завод его надо было просто грохнуть и все ладно часто ночью все вы ничего не можете без своего этого засранца иди сюда но мне это не надо совершенно точно так где 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 так ну-ка иди сюда да в чем проблема зато мажешь мимо я не понимаю что за бред вот так да 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 так это где там этот деятель а вон он он да да срочно мне срочно пила вот так патроны нужно да так да 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 Ты тоже гуляй. А, я думаю, где он? Все. Получите горнила. Вся ваша сила. Весь ваш гнев и ярость не помогли вам тогда спасти этот мир. Но спасем сейчас уже. С землей все будет иначе. Да. Конечно, все будет иначе. Так, взяли радиоактивный костюм. Теперь, я ж тут какие-то жетоны брал, да? Ну-ка, 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 ну-ка. Подождите, я чуть не понял ничего. Так. Здесь новый крендель появился какой-то. Вот это то ли колдун он, то ли кто, я не знаю. Так, а что от меня требуется сейчас? Что нужно сделать? Подождите. Куда залезть-то надо? Мне это не надо. Ну-ка. Что я открыл? Угу. Мне кажется надо опять почему-нибудь там стукнуть. Вот. Вот. Так. А-а-а-а. Я помню эту канитель. Используйте бустер, чтобы пробивать шатки и стены под водой. Я понял, да. Ну и в чем проблема? А, ты теперь сплыть не можешь, да? Здорово, да? Что сделать-то надо? Мне кто-нибудь объяснит? Ну я сейчас помру. Что делать мне надо? Вылезти из-под воды? Я не могу вылезти. Ну вылези, дебил. И что? Дальше. Так. Не может он открыть ее? Угу. Угу. А-а-а. Вон оно что. Это шутер, да, друзья мои. Это шутер, я напоминаю. Мы с вами играем в шутер, да. Угу. Угу. Тут что-нибудь получилось? Нет. А что у нас-то? Я не понимаю. Ну а дальше что? Что надо делать? Угу. И? Ну-ка. Так. Господи, какой идиот это придумала. Вот какой. Мы забрали, мы подчинились. Так. И? Дальше что? Дальше что? Теперь надо что, вылезти? Я не понимаю. Вот серьезно не понимаю. Но отсюда я вылезти не могу. Хм. Так. Куда мне дальше плыть-то? А-а-а. Вон оно что. Да ладно, мы вылезли куда-то. Сказано, что ваша ненависть к демонам дала народу Аргент-Нур надежду. Как дает ее людям земли. Так, Мильки, иди сюда. Вы меня достали уже, если честно. Там была контрольная точка? По-моему, была. Что там? История Сражи, часть 10. Перевод выдержки из книги царей. С явлением палача ночные стражи смогли войти дальше в царство демонов, чем когда-либо прежде. С собой они взяли мощных атланов, которые разметывали адские полчища, прокладывая как бы тропу для палача и его воинства. При помощи богини-матери верховные жрецы изыскали способ попасть в самую потаенную местность в обилии демонов. И в присутствии служителей Диаговых разверзались новые врата. Не могли враги остановить наши орудия войны, созданные творцами и делавшие лишь мощнее от эссенции, которую извергали на нас демоны. И мы теснили их все дальше, на обогренные кровью земли преисподней. Мощью палача добыли мы бессчетные победы, ибо альфа-убийца во главе нашей стаи был смертным приговором для противников. Сердца наши были чисты, а цель благородна. В то же время под покровом тайны, без ведома бойцов аргента, наша богиня-мать приказала своим жрецам соорудить в землях язычников большие как бы заводы для сбора эссенции для будущего развития. Где кроется корень этого обмана нам неведомо, ибо всецело мы были заняты борьбой с адскими полчищами. Могли ли мы так не ископать, чтобы усомниться в соблюдении обоюдных клятв нашей богини-матерью? Клан Созидательница казалась встревоженной неожиданным явлением палача. Серафима, который тайно позволил родиться жнецу, более не видели в Урдаке. Быть может, за свой еретический поступок он был изгнан. Неутолимая ярость палача Рока побуждала на битву наши несокрушимые легионы. Но и для Кан Созидательницы появилась своя корысть в том, чтобы поддержать палача. Вскоре открылось, что он сам был святой реликвией и божественным механизмом, явленным в мир с понятной целью. Нести низким и подлым слово творцов и карать всех, кто будет ставить другим препоны на пути в Урдак. Сам того не ведая, палач прорубил как бы канал, по которому богиня-мать вытягивала эссенцию и преобразовывала ее без нашего ведома в топливо, которое позже стали называть аргент энергии. Тем временем палач не касался дел государства. Занятия нашего народа его не заботили. Им двигала единая страсть, кое он отдавался всецело – уничтожить демонов и их мир. По причинам неведомым человеческая речь более не излетала из его уст, хотя, как мы полагали, способности к этому он не утратил. Мы слышали весь низкий рык, когда он в ярости причинял врагам страшную боль. Многие лета воевал он вместе с ночными стражами на пышущей огнем земле демонов. Каждый раз, возвращаясь в Аргент-де-Нур, видел сам он множество перемен. И если есть случившимся хоть капля вины стражей, состоит она в следующем. В боевом рвении мы позабыли о нашем народе и не замечали, что наши походы лишь приумножают зло. Нам ведом был лишь один враг, и в борьбе с ним мы полагались на богатство народа Аргента, не задумываясь, однако, каким способом достигнут и какой ценой куплен его успех. Ну, я думаю, дорогие друзья, на этом можно серию закончить, она уже затягивается. Ссылкам на плодист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока!